Владимир Вольфович, не считаете ли вы возможным включить в ваше постановление хотя бы запрещение Ельцин-центра в Екатеринбурге? Всем известно, что это рассадник русофобии, рассадник лживых, фальшивых западных ценностей, это центр фальсификации нашей отечественной истории. Вот возможно ли в вашем решении, в вашем постановлении лишить финансирования Ельцин-центра и запретить хотя бы на первом этапе? У нас было очень жесткое заявление, и два года мы все, что можно, оттуда забрали. Вы видите, даже в этом мягком детском варианте, сладкая конфетка, просто давайте посмотрим история, давайте. Там Ельцин даже, в тексте не встречается уже даже Ельцин, только в самом начале. Вы просто говорим о нашей позиции, как мы оцениваете историю. Не хотят, вы видите, позицию комитета, тем более сообщают, что они единогласно приняли решение. Курдюмов не голосовал за это решение, и коммунисты не могли голосовать на заседании комитета. Большинством голосов, возможно, приняли. Поэтому, конечно, только за одно преступление, расстрел парламента, это чудовищное действие. Но ведь от нас потребуют справку. Принесите справку, что это Ельцин дал приказ расстрелять парламент. Вот тогда мы это внесем в постановление. А справку попробуйте найти где-либо. Как и справку о погибших защитников. Нам до сих пор сообщают сказки, там было 200 человек. Там несколько тысяч погибло. Их всех на баржах увезли, в морги увезли, срочно за ночь всех развезли. Но где мы возьмем справки? Здесь же мы не занимаемся, так сказать, разыскными действиями. Но вся страна знает, что было совершено. Всю страну опустили вниз. Все вышли на улицы продавать свои какие-то вещи ненужные. Голод, разбой, бандитизм, Кавказ, война. И Ельцин плачет, уходит с должности. А через 20 лет мне депутат другой говорит, а вот вы докажите, что Ельцин был плохой, какие были ошибки. Это чудовищно. Вы понимаете, что происходит? Мы даже не хотим дать то, что народ дал давно эту оценку. И самую безобидную. Мы с удовольствием включили все его преступления. Но он не имел права Конституцию приостанавливать. И не имел права расстреливать. Многих вещей. Он не имел права выборы. За две недели объявили выборы президента. В какой стране мира президента выбирают за две недели? В Египте четвертый день идет голосование. Только голосование. А нам две недели дали на подготовку к выборам. Там полно нарушений было. Нарушения на нарушениях. И паратизация. Все это было неправильно, преступно, антинародно. То есть опустили страну так. Ведь мы же потери для экономики больше, чем в период Великой Отечественной войны. Представляете? Фашистских преступников судил Нюрненский трибунал. А наших не только не судили. Не только не осудили. И сегодня ничего нельзя сказать. Разрушили. И теневая экономика до 50%. Зарплату не получали миллионы и миллионы граждан. Умирали преждевременно. Самоубийство. Самая страшная рождаемость ее 92-й год. Что творилось? Мы же живые люди. Мы же знаем, что было. И все это делал Ельцин, его команда. Поэтому мы уже убрали все это. Но непонятно, почему комитет даже в этом случае не хочет дать. А то, что закрыть центр, открывать не надо. Мы противники того, чтобы... Пусть будет исторический центр Урала. Вот история Урала. Пожалуйста. И там указать, где родился Ельцин. Как он там работал. В Москву уехал. И прочее, прочее, прочее. При его деятельности в Москве, первым секретарем Московского горкома, некоторые первые секретари райкомов Москвы из окон выбрасывались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова